О том, что действительно научный ижаз имеет такое радикальное значение, я понял, вот недавно отец у меня лежал в больнице, пошел ее посетить. Рядом с ним в палате лежит один хаким Сергея Калининского района, под 80 человек, вот такой солидный человек, и отец у меня такой активист, ему нужно, чтобы все люди молились, и он говорит с ним, почему ты не молишься. И он ему отвечает, какой могут молиться, это же, говорит, истлевшие кости я видел в могиле, о каком воскрешении идет речь. И действительно вот такая проблема состоит, и те люди, которые действительно не верят, или которые делают вид и не верят, эти люди, у них проблема заключается в том, что они не верят, что возможно такое воскрешение. Потому что шайтан ежечасно, ежеминутно этого человека зомбирует и говорит, слушай, это же, говорит, человек, мы умерли, похоронили, погрузили там полтора метра в глубину, и о каком воскрешении может быть речь? И это поддакивает человеческий НАПС, потому что НАПС уже нужно, чтобы человек не верил. НАПС тоже говорит, да, говорит, действительно, оттуда же, говорит, никто не вернулся. Действительно, вот на одной лекции, вот студентка одна говорит, вот, говорит, моя соседка есть, она, говорит, меня спрашивает, слушай, Патимат, оттуда же, говорит, никто не вернулся, зачем ты молишься, говорит? Действительно, такая проблема состоит, и, но хвала Аллаху, который дал нам такую религию, в которой присутствует столько доказательств того, что и воскрешение есть, и потусторонний свет есть, и спрос есть, все есть, потому что Аллаху Талла нам, как качественное доказательство, послал пророка, алейхиссаляту вассалам, который сам не умел читать и писать, и, как правильно один человек сказал, он был неграмотный, который научил весь мир. Действительно, му'джизатом нашего пророка, алейхиссаляту вассалам, наряду с другим му'джизатом было то, что он не умел читать и писать. Почему Аллаху Талла, с одной стороны, покажется, он же любимый пророк, почему Аллаху Талла обделили его этими качествами читать и писать? Сейчас мы понимаем, что это было одним из таких достоинств. Почему? Потому что, если мы знали, что он читал и писал, мы могли бы даже теоретически подумать, а он оттуда-то переписал. Вот в 2003 году, по-моему, в Дальправде было одного такого знатока, в кавычках, статья одного ученого, он говорит, а, говорит, это, говорит, он переписал с Библией, говорит, переписал свой Коран. В то время в Мекке той Библии, которой этого не было, был единственный один варака, то есть дядя Хаджи Раджи Луанха, который знаком был с этой книгой, а так в таком оригинале что-то переписать у него не было. И как можно было переписать ту книгу, которая к нему не спосылалась в течение 23 лет по случаю? По случаю собирался он, по случаю, даже отдельной такой книги не было. Вахишло, он диктовал, ее писали. И сегодня нам, ученые, нам, когда эту книгу видят, нам, Аллаху Талла, туда заложилось только доказательство, что любой человек, у которого хоть есть немножко извилин и немножко миллиграммов серого вещества, этот человек подумает, ну да, действительно, пророк 1400 лет назад это знание никак не мог знать. И Аллаху Талла Корану тоже говорит, И разве, говорит, человек не видит, что я его сотворил с каплей? И он, говорит, со мной спорит. Действительно, вот тот человек, который отцом спорил, я ему задаю такой вопрос. Слушай, тебе 80 лет, 90 лет назад тебя же не было. Не было, конечно, говорит. Но кто-то создал тебе с каплей, с невидимой, даже капли нету под микроскопом, только видно те частички, которые человек делает. Я говорю, с невидимой тебя в таком виде создали. Создали в лучшем виде. И ты отрицаешь того, кто это создал. И еще, говорит, о каком воскрешении может быть речь. Действительно, проблема в таком, Аллаху Талла, это Коран, когда не спасался 1400 лет назад. Однажды к пророку пришел некий бедуин, и у него были в руках истлевшие кости, он где-то нашел. Он перед ним растолчил эту кость и говорит, слушай, Игорь Мухаммад, ты, говорит, говоришь, что это воскрешится, что ли, говорит? Действительно, да, перед всем населением он говорит ему, как бы хочет поставить нашего пророка, алей-саляту вассалам, в неудобное положение. Действительно. Если я принесу кость, скажу, из него будет новый человек. Как же? И через некоторое время Аллаху Талла не спасенает, к нему Коран и говорит, бисминалархмархим, а я хсабу линсану ан ланаджма аизама, бальну савия бананах, говорит. Чего, говорит, человек думает, что ли, мы, говорит, эти кости не соберем? Мы, говорит, не только кости соберем, мы, говорит, кончики, отпечатки пальцев соберем. Тогда не было понятно, для чего это сказано, потому что из всего тела не говорится, что голову соберем, не говорится, что глаза соберем, не говорится, что руки, ноги, а говорится, кончики пальцев, говорит, не соберем. И мы знаем, что где-то в 1858 году Уильям Гершель, английский ученый, он установил, что отпечатки пальцев даже у однояйцевых близнецов, они разные. И вот сейчас во всем мире есть больше 7 миллиардов человек, и нет ни одного человека, у которого одинаковые отпечатки пальцев. То есть Аллаху Таалу тогда говорит, не только мы человека воскресим, мы, говорит, каждому вернем его отпечатки пальцев. Каждому вернем его отпечатки пальцев. И Аллаху Таалу Коран еще говорит, Мы, говорит, вам покажем знамения, вас самих, человеку, говорит, в тебя, говорит, покажем, и в мирах, пока, до тех пор, пока не станет тебе ясно, что истина. Конечно, человек, который хочет найти истину, который ищет истину, этому одна истина недостаточно. Потому что человек бывает, он родился, отец ему говорит, Аллах, есть воскресенье, есть судный день, он все поверил, ему больше доказательств не нужно. Потому что только нахождение этого мира, его нахождение, все это для него достаточно. А другой человек, ему нужно доказывать, ему нужно доказывать. И поэтому имам Суити говорит, что Коран, это говорит интеллектуальное чудо. Аллаху Таалу Коран специально рассчитал его на век научно-технической революции. И он способен привести ислам, начиная от бедуина, в среднем веке, который пас в своих конс в пустыне, и до самого последнего академика, который должен потрясти эти вещи. Потому что и эта область касается, начиная с кончика пальцев, до самой последней галактики, которую открыли вот недавно. Аллаху Таалу Коран говорит, Я, говорит, клянусь местом, где была звезда. И еще повторяю, это говорит, если бы вы знали, очень сильная клятва. Тысяча четыреста лет не знали, о чем идет речь. Потому что бедуин в пустыне, ему говорят, что Аллах клянется местом, где была звезда. Ни самой звездой, ни солнцем, ни чего, говорит, местом, где была звезда. И люди не понимали. Только в 20 веке, кто хоть чуть-чуть металлоостроном, они знают, что мы сейчас видим не саму звезду, а место, где была звезда, несколько миллиардов, миллионов лет назад. Потому что скорость света какая? 300 тысяч километров в секунду. И вот в 2010 году Европейская Южная Обсерватория нашла звезду, которую они обозначили, которая называется ОДФ, 300 тысяч, 340, с лишним таким номером передали, свет, который добирается до Земли спустя 13 миллиардов света их лет. Поняли? 13 миллиардов. Конечно, человеческий слабый мозг это не может переварить. Мы можем переварить там 100 километров в час, ну 200, ну максимум ну тысячку, а 300 километров в секунду, который идет в свет, чтобы до нас добирался 13 миллиард света их лет. Это мы слова слышим, а вот не понимаем. Не понимаем. Поэтому вот такие чудо, Аллах сказал, 1400 лет, если вдруг в зале оказывается такой астроном, который, Фома неверующий, говорит, не верю, что если этот человек услышит это, этот человек должен на месте принести шагадат, который бывало очень много. Вот здесь сидит Хас Мухаммад Хачик, который в 85-м году, и Мухаммад, когда вот такие вещи читали, в Москве один российский ученый-метеоролог прямо на трибуне произнес шагада. Почему? Потому что он говорит, я, говорит, 60 лет изучал это, движение облаков, это расположение, а он ему, говорит, найдено Коран, он говорит, не может быть Коране? Как это Коране? Коран их когда было? А тут, он говорит, и то, что еще не нашли, наука еще не дошла до многих вещей, потому что, говорит, санури им, говорит, потом мы, говорит, покажем. То есть сегодня для нас открывается та сторона науки, до которой мы дошли. Вот через лет 10, 20, 100, мы еще перед пойдем, нам откроется еще одна сторона, потому что Коран универсальный, что она способна поразить того бедуина, который был в среднем века, и самого такого продвинутого академика в наши дни. Конечно, ислам – это великое благо, которое Аллаху так дал, создал для людей. Поэтому Аллаху так дал, создал для людей. Поэтому Аллаху так дал, говорит, я говорю, тебе делай на земле наместнику. То есть сегодня ученые говорят, что вся Вселенная создана под человека, чтобы он здесь жил. Начиная с концентрации кислорода до уровня солнечной радиации, до движения Солнца и земли вокруг Солнца, все построено под человека. Этот человек создал всю Вселенную, и ему говорят, поклонись мне. И поклонение в чем заключается, ему не нужно кросс выгодить, ему не нужно тяжесть. Ему говорят, пять раз соверши намаз, потому что ислам – это ограничивается, если взять простого человека, начиная с шахада, который в жизни говорит один раз, и ему есть только один пятикратный намаз. Закат, если он разбогатеет, хадж тоже, если он будет в безопасном состоянии идти на хадж, и остается, кроме этого, год один месяц для пост. Вот это говорит ему, признай меня. И если есть человек, который говорит, даже в этом случае я тебя не признам, я тебя не знаю, конечно, этот человек заслуживает самых жестких наказаний. Конечно, в исламе нет ни одного запрета ради запрета, ни одного предписания ради предписания. Вот вчера в интернете смотрел, там есть шведский парламент, принял закон, который запрещает мужчинам мочиться стоя. Посмотрите, какую мелочь. У пророка, алейхиссаляту ассалям, есть хадис, говорится, «Ла табу лу хуа има». Казалось бы, какое дело пророку до того, как человек будет мочиться? Даже действительно, так говорится, как мочиться, неудобно человеку. А шведский парламент от того, что установил, что мужчина, который мочится стоя, настолько у него негативных процессов, настолько много болезней оказывается, от этого исходит. Парламент Швеции принял закон, который запрещает мужчинам мочиться стоя. Представляете? Вот недавно, помните, вы по КВН, была одна такая задача, спрашивают. Американцы такие люди, у которых все разрекоментировано. У них, если покупаешь туфлю, там должна быть инструкция, как одеть эту туфлю. Если этой инструкции нет, если человек, не дай бог, там палец не так поставит, и ему этот палец подвернет, отсюда он разорит эту фирму. И они для американских солдатов, которые воюют в Ираке, поставляют туфли, и там бывает инструкция. И вот знатокам был задан вот такой вопрос. Что в этой инструкции говорится? Вы, кто смотрел, не знают. И там было что? Что эту туфлю нужно что делать? А? Средизем. Нет, переворачивать. Переворачивать. Почему? Потому что в жарких странах, в Скорпионе и туда-сюда, это нужно переворачивать. Вот два дня буквально назад у нас дома невестку Махачкале, дома ужалил Скорпион. В туфлю залез Скорпион, наступила и ужалил. Если бы она следовала сунне пророка, переворачивать туфлю, перед кем одеть, она бы этого избегала же. Вот так посмотрите, Аллаху Талла. Конечно, сказано, что Аллаху Талла про нашего пророка, алей-саляту вассалам, говорит, Все, с чем пришел пророк, это великая милость. Только вопрос, как мы ее понимаем. И, конечно, если мы будем на 100% следовать этой всей милости, мы 100% милость получим. Если мы 1% будем следовать, 1% получим. Если мы ничего не будем следовать, конечно, мы ничего не получим на этом свете, и не говоря на этом свете. Поэтому сказано, что ислам – это джаннатани, джаннатан на этом свете и на том свете. Потому что тот, кто следует по всей нормам Салибанда, для этого на этом свете везде рай. Потому что беда наступает, сабру делает, он получает огромное возреждение. Радость получает, делает шукру, получает еще больше. Как ванг кавстан, как мусульмане, как бы не попал, все длинные, хорошо. Саламу алейкум, варахматуллахи, варакатую.